Доброго времени суток! Помимо новостей о юридических, астрологических случаются и события астрономические, которые как-то проходят мимо нас. А события некоторые интересные, мне хотелось бы обратить на это внимание. В декабре 2018 года, перед Новым годом, случилось парочку интересных событий, точнее одно случилось, одно вот-вот в подходе. Это встреча космического аппарата Ассирис с астероидом Бенну в начале декабря, уходящего 2018 года. Короткая предыстория, что такое Ассирис и кто такой Бенну. Бенну, согласно древнеегипетской философии, это птица, подобная фениксу, которая умирала и возрождалась, и возрождал ее непосредственно бог Ассирис, ответственный за возрождение. Бенну – это астероид, чуть больше полукилометра, открытый в 1999 году, на заре 21 века. Ну, астероиды открывают сейчас в больших количествах, счет идет на сотни тысяч, но когда рассчитали орбиту Бенну, а он находится рядом с орбитой Земли, чуть-чуть более вытянутая, выяснилось, что Бенну является самым потенциально опасным астероидом в Солнечной системе. То есть у него есть маленький шанс, один шанс на 4 тысячи, что он однажды столкнется с Землей. Это страшно, страх – это такое хорошее чувство, благодаря которым ученым могут взять из государства хорошую сумму денег, в данном случае взяли 1 миллиард, и на эти деньги запустили аппарат Ассирис. Ассирис – это не только имя Бога, это еще аббревиатура, означающая Original Spectrum Interpretator Resources, то есть ресурс, позволяющий делать спектральную интерпретацию. И главные две последние буквы – Identification Security, то есть для того, чтобы определить опасность. То есть одна из функций аппарата – это определить, действительно ли его опасность настолько опасна, и будет ли этот шанс 1 на 4 тысячи, столкнется ли он с Землей или нет. Запустили аппарат в сентябре 2016 года, и вот он в течение двух лет осторожно выравнивал орбиты. В случае астероид маленький, если, скажем, посылается аппарат в планету, у планеты есть приличная гравитация, если аппарат прилетает, он захватывается в орбиту и исследует эту планету. В случае с маленьким астероидом – это, скорее всего, даже не посадка на астероид, а стыковка, подобно как с космическими кораблями. Только если стыковка космических аппаратов происходит в 300 километрах от Земли, то это происходит за сотни миллионов километров. Когда Бенну только открыли, то фотографии представляли из себя буквально несколько пикселей. Два-три месяца назад, когда он был за пару миллионов километров до подлета, смогли где-то вычертить, рассчитать примерные конфигурации, примерные очертания астероида. И вот, буквально пару недель назад, уже есть четкая фотография, если обычно к планетам подлетают и разглядывают на них кратеры, то тут кратеров нету, разглядываются видны отдельные камни. Собственно, размер всего астероида, он не больше, чем размер какого-нибудь приличного здания. В правом нижнем углу я вижу камень, он где-то примерно 45 метров в поперечнике, где-то 30-40 метров в высоту. То есть, размером с дом, если прикинуть вес этого камня, то 3-4-5 тысяч тонн, много это или мало. Учитывая, что сила тяжести на бену в 80 раз меньше земной, то есть, например, я мешу 80 килограмм на бену, я буду весить около 1 грамма, Вот такой здоровенный баллон будет весить где-то 50-60 килограмм. То есть, хорошенько уперевшись в край и надавив, можно заставить его покувыркаться по поверхности планеты. В течение 2019 года аппарат Асирис будет пристраиваться к астероиду Бенну и попытается взять у него, я надеюсь, успешно, образцы поверхности. Собственно, полное название аппарата Асирис Рекс. Рекс означает ориголит-эксплорер, то есть достающий ориголит. Ориголит это... Много лет назад ориголитом называли лунный грунт. Но под словом ориголит подразумевается грунт с планет, у которых отсутствует атмосфера. Из-за постоянного воздействия резкого холода и резкого солнечного света поверхность распадается в мелкую пыль, которая именуется ориголитом. Если все пройдет успешно, то к 2023 году образцы Бенну, потенциально опасного астероида, доставят на Землю и уже там изучат более детально. Если поговорить об опасности этого астероида, ну, во-первых, большой он или маленький? Если сравнивать с научным произведением Армагеддон, где на Землю летела астероид размером 300 километров, и его долго не могли заметить и заметили случайно, за какое-то короткое время до попадания, то, во-первых, можно вспомнить, что вообще попадание крупных космических тел на Землю это достаточно редкость. Астероид Бенну в 600 раз меньше, чем фантастический Армагеддон, не помню, как там называли его этот астероид. Он примерно 20 раз по диаметру меньше, чем астероид, который уничтожил динозавров в свое время, 60 миллионов лет назад. Но он будет значительно покрупнее, чем метеорит, упавший на Челябинск, и поболее даже, чем и приблизительно счетный размер тунгусского метеорита. Если Бенну все-таки упадет на Землю, то удар будет эквивалентен взрыву одной гигатонной бомбы. Для сравнения, метеорит, упавший на Челябинск, оценивается 300-500 килотонн. Хочу обратить внимание, что в настоящий момент астрономы поблюдают за космосом очень тщательно, находят всевозможные очень маленькие объекты и рассчитывают их траектории на длительные длини вперед. В частности, с Бенну шанс падения присутствует только в конце 22 века. И конкретно сейчас, в данный момент, когда аппарат сел и траекторию Бенну можно рассчитать более точно, они уточнят, будет ли вообще такая вероятность падения. И если да, то, может быть, на каком расстоянии точнее пройдет Бенну рядом с Землей в ближайшие века. Мне вспоминается одно показательное событие, которое случилось 10 лет назад. В США, в Аризоне обнаружили ничтожно маленький астероид. Точнее, даже не астероид, а метеороид. Сейчас идет дискуссия в астрономии, что называть астероидом. После скоти метров считать астероидом планеты, до какого размера считать метеоритом. Вроде бы остановились примерно то ли на 10 метров, то ли на 30 метров в диаметре. Так вот, обнаружили буквально метеороид. Что? Просчитали движение. Выяснилось, падает на Землю. Причем падает завтра. Вот 6 октября 2008 года его открыли, а 2007 он должен упасть. Действительно, согласно расчетам, упал. Размер небесного тела был 4 метра. При падении вызвал ударную волну где-то в районе 1-2 килотун. Упал в государство Судан. Мало того, что ничего не разрушил, он упал в пустыню, так его еле-еле нашли. Где-то в тени смогли расслышать звук падения этого метеорита. Лишь спустя 4 месяца исследователи НАСА смогли найти кусочки. Хотя 1-2 килотонны, если бы такое упало на город, то было бы ощутимо. В отличие от бомб, которые летят целенаправленно, предназначены для уничтожения, метеориты падают хаотично. И при том, что мощность значительная. В Судане от 2 килотонн никто не погиб. В Челябинске от 300 килотонн. То есть 15 и Хиросим. Никто не погиб. В Тунгусской Теге больше 100 лет упал в метеорит. Мощность оценивают от 10 до 15 мегатонн. Один эвент сломал ногу. Вот такие новости. Через недельку-другую будет еще одно астрономическое событие. Уже за орбитой Плутона. Ну, в следующий раз.